С 31 октября на 1 ноября отмечают канун Дня Всех Святых – Хэллоуин. Как верили древние кельты, именно в эту ночь мир живых и мир мертвых открывали свои двери и заблудшие души жители потусторонних миров выходили на землю. Чтобы не стать жертвой духов, жители облачали звериную шкуру, гасили огни, а также выставляли угощение себе на крыльцо. Конечно, сегодня в духов уже никто не верит. На атрибуты этого праздника популярны до сих пор. С наибольшим размахом Хэллоуин отмечают в США и Канаде, а также в странах Европы. Древний обряд «Трико-трек» – «Сладости или гадости» стал любимой игрой детей, которые наряжаются в костюмы чудовищ и ходят по соседским домам. Они пугают взрослых, а те, в свою очередь, откупаются сладостями. Несмотря на то, что отмечают праздник больше двух веков, Хэллоуин остается в статусе неофициального. Но это не мешает людям в разных частях света тратить деньги на украшения, свечки и тыквы. Один из главных символов праздника – это, конечно же, тыква на Хэллоуин. На ее поверхности вырезают жутковатые рожицы, а также делают фонарь Джека. Ну а где выбирать тыкву, как не на рынке? Пойдемте, найдем самую красивую. Традиция делать из тыквы голову появилась не на пустом месте. По легенде, выпивоха Джек перехитрил дьявола, но после смерти не мог попасть ни в рай, ни в ад. Так и остался бродить по земле, как проклятая душа, освещая себе путь леющим угольком в светильники из репы. Но американцы репу заменили тыквой, так что теперь фонарь Джека – символ неприкаянной души. Его-то я и решила сделать. Юлия, приближается Хэллоуин, скоро нам всем понадобятся тыквы. Расскажите, на что стоит обратить внимание? Ну, в первую очередь, я думаю, что самое главное – это форма тыквы, ну и цвет, это очень важно. Как бы основная деталь, на которую нужно обращать внимание – это круглая форма. Соответственно, чтобы дно у нас было плоское, чтобы тыковка у нас стояла, чтобы кожица у нас была достаточно мягкая, да, для того, чтобы было удобно ее резать. Юлия рассказала, спрос на тыквы начинает расти уже в конце сентября. Чем ближе к Хэллоуину, тем больше заказов. Но интересуются оранжевыми овощами не только компании по организации праздников. Для множества людей это символ осени, а также вкусный и полезный продукт. Пока выбирали мне тыкву, Юлия поделилась идеей, на что пустить остатки будущего украшения. Я беру курицу, жирную курицу. Делаем бульон, тем временем нарезаем тыкву кубиками, очищаем, соответственно, шкурку. И когда закипает бульон, бросаем туда тыкву. Вместе с этим параллельно обжариваете лук, морковь, веточку розмарина, чеснока. Когда закипает тыква с непосредственно бульоном, уже готова у нас, так скажем, зажарка. Через 2-3 минутки тушения соединяете это все и проходите с блендером. Кажется, я знаю, что буду готовить сегодня вечером. Но выбранную тыкву я все же использую в других целях. Тыква у нас уже есть, чуть-чуть меньше, чем выбирают обычно. Но давайте попробуем сделать знаменитое украшение Хэллоуина из нее. Итак, для начала нам понадобится срезать макушку у нашей тыквы. Макушку выкидывать не стоит, она нам еще понадобится. Следующий шаг – вычистить мякоть. Не повторяйте моей ошибки, возьмите для этого ложку. Если вы такой же художник, как и я, рекомендую перед тем, как начать вырезать, нарисовать контуры будущего лица. Скорее всего, у него будут разные глаза, но кто из нас идеален, правильно? После этого берем в руки нож и начинаем вырезать рот. Приступаю к самому сложному. А напоследок я решила немного дополнить образ тыквенной головы и добавить ей белоснежную улыбку. На помощь нам пришли канцелярские кнопки. Так, ну, работа закончена. Я думаю, что у этого Джека зубов будет побольше, чем у классического пьяницы Джека из легенды. Вот такая тыква у нас получилась. Теперь она добавит нашей студии немного жути. Или станет тыквенным пирогом. Время покажет. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Специально для Химки ТВ. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров.